На площадке перед зданием была выставлена военная техника, реконструированная Бавлинским клубом спортивно-патриотической направленности «Пегас». Полевая кухня угощала гостей фронтовой кашей с гречкой и горячим чаем. Кашу, гречневую кашу организовали, чтобы люди поели, вспомнили о наших, как говорится, дедах, участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день у нас в Ангуду осталось 19 тружениц тыла и 13 вдов, которые пока на сегодняшний день живы-здоровы, которых мы съездили, поздравили, подарили букеты цветов и продуктовые пакеты. На площадке под песни военных лет вальсировали пары. Девушки и парни в этот день пришли в стилизованных военных гимнастерках. Одевшись, войдя в роль тех наших предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, мы пытаемся воссоздать ту атмосферу тех дней, праздничных дней. Пусть это будет прослушивание тех самых военных песен, стилизации, попытки танцевать те самые военные вальсы, поедание, скажем, каши, приготовленной на полевой кухне. Ранее работники предприятий Татнефти и ветераны выезжали в село Потап-Вотомбарла, где побывали у обелиска с бюстом Героя Советского Союза Гавриила Евсеева и у могилы его земляка Станислава Герасимова, погибшего в ходе спецоперации в Украине. Доехали нефтяники до деревни Дубовка, где на месте дома, в котором жил Герой Советского Союза Иван Зиновьев, провели небольшой субботник и так же, как и в соседнем селе, возложили цветы и выпустили в небо шары с благодарностью за победу и с пожеланиями мира на земле.